Много снега накопилось за эту зиму в Иркутской области, а это может означать только одно. Впереди нас ожидает непростой период палатков. Где уже сейчас есть реальная угроза подтопления и, как в Иркутске и других муниципалитетах, идет подготовка к большой воде. Расскажем в следующем материале. У этой аэролодки последние спокойные деньки. Еще немного и в Иркутске начнется активное таяние снега и льда. И Пиранья-5, так называется судно, приступит к выполнению своих обязанностей. Аэролодку приобрели специально к периоду паводков. Сегодня новый транспорт продемонстрировали на оперативном штабе комиссии ПЧС. Судно может развивать скорость больше 100 км в час и добираться до самых труднодоступных мест. Значит, в случае подтопления жилых участков спасатели смогут быстро среагировать и вывести на Пиранья-5 людей, попавших в беду. Она используется круглогодично, то есть и по льду, по снегу, по льду, по открытой воде. В первую очередь она предназначена для весны и осени, то есть период недостава и период весеннего таяния. Прогнозы на период весенних паводков озвучили на оперативном штабе синоптики и гидрологи. Активное таяние снега начнется уже в конце марта-начале апреля. Второй месяц весны будет на 1 градус теплее, чем обычно. Кроме того, этой зимой выпало рекордное количество снега. Поэтому подтоплений избежать будет сложно. И все службы города уже готовы к опасному периоду. Развернуты пункты временного размещения. Но, как стало известно на штабе, кое-где не хватает техники. Сегодня выяснилось, что у нас в Ленинском районе требуется специализированная техника в виде болотохода, для того, чтобы прочищать те каналы, которые ежегодно забиваются. Снег тает, забивается ливневая канализация, которой в городе не так много, и тоже получается подтопление. Подтопление ожидается не только в областном центре. Всего в регионе большая вода угрожает 97 населенным пунктам. Сложная ситуация в Уссолье-Сибирском. Все из-за реки Скипидарки, которая может подтопить жилые участки. Чтобы избежать худшего сценария, спасатели пропилили траншею вдоль водоема, а местная администрация отсыпала дамбу. В других муниципалитетах специалисты чернят и распиливают лед на опасных участках. Накануне эти процедуры завершили недалеко от Жигалова на реке Лени. Но на этом подготовка к паводкам не заканчивается. Противопаводкам мероприятием привлечена авиация МЧС России. В заселенных пунктах, наиболее подверженных паводкам, будет организовано дежурство спасателей оперативных групп. Мы отмечаем превышение снегозапасов в центральной и южной части Иркутской области. Более того, процессы снегонакопления закончатся в Иркутской области только в конце марта. И точный прогноз на период паводков будет готов лишь 6 апреля. Но уже сейчас ясно, что в этом году различным службам придется приложить максимум усилий, чтобы период паводков прошел, мягко говоря, спокойно. Юлия Шинкарюк, Андрей Назаров. Новости по будням.